Здравствуйте, меня зовут Шакирова Анастасия и сегодня я хочу с вами поговорить о проекте изменений, который сейчас висит на общественном обсуждении и касается он изменений вносимых в правила аттестации проектировщиков в области пожарной безопасности и в изменения в положение о лицензировании деятельности по монтажу техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности. До 20 марта мы сможем с вами повлиять на данный документ, можно участвовать в этом обсуждении, оставить свои комментарии на сайте regulation.go, а в этом видео я расскажу вам свое отношение к данному документу, там есть очень важные части, на которые хочется обратить внимание и некоторые моменты, которые хотелось бы, чтобы все-таки они были скорректированы, тоже об этом вам расскажу. Давайте перейдем к самому документу. Для того, чтобы нам с вами было удобнее разобрать этот проект, а вы могли потом впоследствии еще раз его перечитать и посмотреть на наши комментарии, я перейду на наш сайт в раздел новости, где мы разбирали данные изменения, предполагаемые изменения и писали о том, что нас смущает. Вот ссылочка на эту новость будет под видео, можно будет перейти и еще раз ознакомиться. Ну, первое, что важно отметить, что изменения действительно важны, они помогут представителям отрасли решить текущие проблемы, которые возникали и еще будут возникать. Собственно, я сейчас их и прокомментирую. Давайте посмотрим на эти изменения. Ну, сразу хочу сказать, что в проекте я не буду касаться деятельности по тушению пожаров. Мы остановимся только на тех изменениях, которые относятся к аттестации физических лиц и к положению лицензирования. Сам документ вы можете скачать здесь у нас на сайте. Ну, во-первых, вы можете перейти по ссылочке вот здесь и перейти на сайт regulation.go, куда можете, как я сказала, до 20 марта внести свои предложения по данным нормативным документам, оставить комментарии и знакомиться и с тем документом, которые там сейчас выложены. Можете скачать у нас на сайте, вот в PDF, пожалуйста, тоже без проблем. В том числе пояснительную записку, почему данные изменения необходимы и кому они, собственно, помогут. Давайте тогда посмотрим подробнее, что, собственно, здесь предполагается. Начнем мы с изменений правил аттестации. Давайте поговорим о самом важном изменении правила аттестации, которое предполагается внести в пункт 4. Пункт 4 у нас утверждает требования к проектировщикам для допуска непосредственно к аттестации на право проектирования. И на текущее время у проектировщиков, собственно, основное требование – это как раз наличие образования. Образование высшего и среднепрофессионального по пожарной безопасности или, может быть, любое образование, но наличие профессиональной преподготовки по типовой дополнительной программе, профессиональной программе. Нужно понимать, что типовая программа была разработана и вступила в силу только 1 марта 2023 года. То есть буквально в этом месяце она вступила в силу и, соответственно, она уже действует. А наша аттестация вступила в силу еще 1 марта 2022 года. То есть год мы жили без типовых программ, и проектировщики должны были как-то осуществлять свою деятельность, как-то проходить такую аттестацию. Поэтому многие учебные центры учили, проводили такую профессиональную переподготовку, в том числе наш учебный центр, когда МЧС России разъяснили, он будет ряд писем отправлены и они опубликованы в сети интернет, можно найти. Потому что в связи с тем, что приказ МЧС вовремя не был утвержден, просто не было, то образовательные учреждения на основании закона об образовании могли разработать свою программу и проводить профессиональную переподготовку. Поэтому и нами, в том числе, было выпущено много проектировщиков, обучены и выпущены, получены дипломы, которые впоследствии проходили аттестацию МЧС на основании этих дипломов и, соответственно, дальше могли осуществлять свою основную деятельность. Нужно понимать, что, естественно, эта деятельность приносит, это основная их деятельность, которая приносит им доход. И понятно, что многие компании оказались в такой ситуации, что хочешь не хочешь, надо пройти профессиональную переподготовку, надо аттестоваться, потому что иначе у них просто не будет средств для существования. Это основное их направление деятельности. Но ряд проектировщиков столкнулись с тем, что дипломы не принимались и, думаю, что и дальше будут такие ситуации возникать. То, что очень много поддано на решения непосредственно региональных главных управлений, кто допускает к аттестации. И для того, чтобы вот этих вот препятствий для бизнеса, для проектировщиков не было, решили внести такие дополнительные условия. Ну, во-первых, первое, что решили внести, это то, что теперь можно пройти, аттестацию будет пройти, если данный проект пройдет утверждение и вступит в силу, можно будет иметь не только образование пожарной безопасности, но и техносферная безопасность. У нас многие учились именно по этому направлению и по профилю пожарной безопасности. Поэтому такие дипломы тоже должны принимать. И второе, что здесь указано, это именно то, что теперь можно будет не только пройти обучение по типовой дополнительной программе, как я напоминаю, вступившей в силу только 1 марта 2023 года, но и дипломы, выданные до 1 марта 2023 года, тоже должны быть учтены. И на их основании тоже должны проектировщики быть допущены к аттестации. Здесь единственное, что мне не нравится в текущей формулировке, написано, что у нас и дополнительного профессионального образования, полученного на 1 марта, по программе профессиональной переподготовки, разработаны и утверждены образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность. Тут не указано, какой именно дополнительной профессиональной программы. То есть, если я получила диплом на врача какого-то, на рентгенолога, не знаю, кардиолога, то это же тоже диплом о профессиональной переподготовке, полученный до 1 марта 2023 года. Я могу с ним пройти аттестацию? Вот эта формулировка, мне кажется, недостаточна. Необходимо уточнение, какие именно дипломы до 1 марта, по какому направлению, должны быть предоставлены. Всё-таки указания на компетенции. В данном случае, если речь идёт о проектировании, то, предполагаю, было бы уместным, я в свою очередь написала такие комментарии на сайт regulation.go, было бы уместным дописать, что не просто диплом о профессиональной переподготовке, но дипломы, которые будут подтверждать компетенцию проектировщиков в области пожарной безопасности, в данном случае компетенцию проектирования средств обеспечения пожарной безопасности. Поэтому здесь не хватает уточнения, какие именно дипломы, по какому направлению будут приниматься, выданные до 1 марта 2023 года. Собственно, об этом мы здесь и написали. Написали про техносферную и написали о том, что не очень понятно, что за дипломы до 1 марта 2023 года. Как мы надеемся, что всё будет хорошо, и, соответственно, тогда у нас сейчас действуют такие вот требования, будет более расширено указано, какое именно образование подойдёт, что существенно облегчит жизнь бизнесу и проектировщикам, чтобы они могли спокойно проходить аттестацию и не заниматься борьбой, которая периодически происходит, с тем, чтобы доказать, что дипломы всё-таки подходят, и чтобы их допустили к этой процедуре. Следующее дополнение, которое тоже предполагается внести, это то, что если у нас какие-то правила нарушены в момент экзамена, то повторная сдача экзамена будет через 2 года. Ну, это просто такое уточнение, потому что на сегодняшний день формулировки в правилах аттестации такие размытые, и тоже возникали у очень дотошных представителей сообщества вопросы, почему только через 2 месяца можно пройти повторную аттестацию, 5 минут уточнений предполагается внести. То есть если вы использовали шпаргалки, кто-то вам подсказывал какой-то шум на стороне, то вот такое уточнение, что при просмотре видео после экзамена инспектора могут написать, что вы нарушили правила аттестации, соответственно, следующий допуск вам будет через 2 месяца. Ещё одно дополнение о том, что если вы нарушили требования пожарной безопасности, то могут вам аннулировать квалификационный аттестат. У нас, напоминаю, на сайте МЧС вывешен реестр аттестованных проектировщиков, где указан аттестат, срок их действия. Соответственно, если вдруг какие-то есть нарушения, то аттестат аннулируется, ну и в том числе вносится информация в данный реестр. Пока не очень понятно, как эта история будет действовать, как кто узнает о том, что правила аттестации нарушены, тут такие формулировки довольно-таки крупным мыском указаны. Ну, я так предполагаю, что это уже будет, если какие-то судебные разбирательства, каким-то образом будет эта информация отправляться в МЧС, и проектировщика будут лишать такого аттестата. Ну, пока таких прецедентов не было. Не знаю, будут ли. Это тоже будем смотреть. Время покажет. Что ещё? Внесение тоже таких изменений. Что МЧС могут разрабатывать требования к проведению коллекционного экзамена. Это тоже наша додумка, но нам очень понравилась данная формулировка. Надеемся, что мы правильно её понимаем. А понимаем мы это так, что МЧС нам предоставит какой-то документ, или, не знаю, внутренний у них документ, где будет написано о том, о какие требования, и как вообще проходит сам коллекционный экзамен. На сегодняшний день у нас тоже есть в этом смысле проблема, потому что у каждого, ну, не у каждого, есть у нас ряд главных управлений, у которых своё видение, как должен проходить экзамен. То есть, может быть, требованы записи рук, или определённым образом ты должен совместить руки и глаза, и голову. Вот, в общем-то, не очень понятно, что именно считается в видео конкретно, что должно отображаться, и что будет считаться, что ты правильно сделала, а что будет считаться, что ты неправильно сделала. Вот поэтому, например, своим клиентам, кто у нас проходит обучение, и кто потом идёт аттестоваться, я всегда говорю, что вы когда подали заявление на аттестацию, и вам пришло одобрение, то хорошо бы позвонить вашему инспектору, обычно там есть письметы, такие контактные лица, и уточнить у него, о каком он предъявляет требования к видеозаписи на экзамене, чтобы потом не было сюрпризов. Потому что у нас были такие слушатели в самом начале, когда им отказывали в аттестации именно на основании того, что в видео не видно рук, мышки, а видна только голова. Вот поэтому это очень важный момент, потому что последующая аттестация проходит только через два месяца. То есть в этом случае, если же чего-то не видно, сданы ответы все верно, следующий допуск получится только через два месяца. Если это же все-таки как-то история будет формализирована, и у нас будет единое правило для всех, то, по-моему, это будет очень хорошо, и для проектировщиков будет все понятно, ну и опять-таки лишних проблем не будет, что всегда хорошо. Теперь давайте поговорим о том, что же будет внесено именно в лицензирование по монтажу и техническому обслуживанию, средств обеспечения пожарной безопасности. На самом деле тут тоже довольно-таки понятные изменения, и здесь они даже, наверное, более важные, чем у проектировщиков, потому что сейчас как раз проблема возникает больше именно у бизнеса, который занимается монтажом. Что имеется в виду? Вот тут тоже мы выделили. Вносится, предлагается внести изменения в пункт тоже четвертый в постановлении, который также предъявляет требования к ответственному. В данном случае речь идет про ответственного за лицензируемый вид деятельности. И здесь несколько изменений, которые очень интересны. Ну, первое, что здесь будет в насе, предлагается внести, это то, что ответственно может быть сам индивидуальный предприниматель. Вот тут написано, что за исключением случаев, когда ответственный за существование вида деятельности является индивидуальный предприниматель. Это прямо сейчас большая проблема у тех, у кого получена лицензия именно на ИП, потому как в текущих формулировках ИП не может быть у себя ответственным за пожарную безопасность. Что, в общем-то, вынуждает индивидуальных предпринимателей нанимать дополнительных людей для того, чтобы соответствовать данным требованиям. И назначать этих людей ответственными. Вот это немножечко странно. И все это прекрасно понимают. Поэтому эту формулировку предлагается заменить, скорректировать, и чтобы у наших индивидуальных предпринимателей в дальнейшем не было проблем. И второе изменение, оно также касается изменений относительно образования наших ответственных, которым тоже предъявляются требования о наличии высшего или среднего профессионального образования по пожарной безопасности. В данном случае техносферная безопасность тоже уже сейчас подходит. А вот у тех, у кого нет такого образования, они также были вынуждены пройти профессиональную переподготовку и получить диплом. Однако здесь значительно больше вызывало проблем. Вот весь этот 22-й год и начало 23-го года. И эта проблема продолжает оставаться, потому как именно у ответственных дипломы профессиональной переподготовки в огромном количестве представительств главных управлений в разных регионах не принимали. И говорили о том, что вот когда вступит в силу типовая программа, тогда мы ваши дипломы будем принимать. То есть все дипломы выданы после 1 марта 23-го года. Вот мы их будем принимать. А сейчас решайте каким-то другим путем. Честно говоря, очень странная история, потому как тоже наши клиенты с таким возражением столкнулись. Как вы знаете, ввиду того, что виды деятельности немножко поменялись в 22-м году, и у нас появилось новое направление, это с тем передачи извещений, которое тоже потребовалось, лицензирование. И, соответственно, многие компании вынуждены были переоформлять лицензию, а когда переоформлять лицензию, то должны были как раз предоставить данные на ответственного за лицензированный вид деятельности. И опять-таки столкнулись с тем, что многие пошли переучиваться, получать эти дипломы, и впоследствии оказывалось, что дипломы инспектор принимать ни в какую не хочет и пишет отказы в переоформлении лицензии или в получении лицензии. И такое вот просто настолько действительно много в разных регионах, что как не сказывается положительно на сфере. Потому что и у бизнеса невероятно негативные эмоции, потому что они обучились, они реально обучились, например, в том числе у нас. У нас очень многие обучились, они действительно там три месяца ходили на занятия, смотрели наши урвоки, они сдавали там тесты, много чего делали, и вдруг оказывается, что их диплом не подходит, и им предлагают взять какого-то сотрудника для того, чтобы вот сейчас формально его назначить ответственным и получить с ним лицензию новую. Ну, это какое-то предложение, очень-очень сомнительное, на мой взгляд. А их собственные сотрудники, получается, не подходят, и с ними работать нельзя. И, собственно, это тоже предлагается изменить и внести дополнительную информацию о том, что дипломы, выданные до 1 марта, также должны приниматься лицензирующим органам. Ну, тут тоже такая же проблема. Опять-таки указано, что можно получить дипломы в профессиональной переподготовке, но непонятно какой. То есть, опять-таки, нет уточнения по какому именно направлению деятельности. Что тоже хотелось бы скорректировать, потому что здорово, что такое изменение, еще раз говорю. Хочется внести, да, ЧС пытается внести. Вот, это прям действительно очень будет полезно, но хотелось бы уточнить, а какие именно дипломы будут подходить. И здесь мне еще не нравится формулировка, которая сейчас тоже предлагается. Она есть и в текущем постановлении, и хотят ее оставить. О том, что программа профессиональной переподготовки написана по утвержденной лицензирующим органам. Мне кажется, это тоже формулировка не очень корректная, потому что МЧС у нас, именно непосредственно главное направление, которое проводит лицензирование, они у нас ничего не утверждают уже давно. Вот, а есть у нас приказы, да, которые, собственно, на типовых программах, но это как-то к лицензирующим органам не очень-то имеет отношение. Вот, поэтому, мне кажется, эта формулировка излишняя, можно было бы ее убрать. Но, возможно, здесь я ошибаюсь. Вот, собственно, вот такие изменения касаются у нас лицензиатов. Да, вот пишем мы про то, что ИПМ, да, самое главное, что про них тоже, да, подумали, и это изменится. Вот, вот, собственно, наверное, и все, что я хотела вам рассказать именно относительно тех изменений, которые нас планируют. Я обязательно оставлю файлик или ссылочку на файлик под этим видео по нашим предложениям к данному изменению, к данному проекту изменений. Вот, если вы тоже поучаствуете, это будет здорово. Напишите тоже на сайт, возможно, там нам напишите под видео, где мы неправы, всякое в жизни бывает. Вот, мы всегда прислушиваемся к той информации, которую нам дают тоже наши подслужки. Вот, ну, на этом-то все. Я приглашаю вас подписаться на наш канал. Как вижу, что многие смотрят наши видео, но почему-то не подписываются. Подписавшись на наш канал на YouTube, вы не пропустите новые ролики. И у нас очень много вебинаров проводится на тему пожарной безопасности. Будет здорово, если тоже вы будете принимать участие. И также приглашаю вас подписаться на наш Телеграм-канал, где мы дублируем наш новостной контент, наше разъяснение по тому или иному вопросу, информацию о новых нормативных документах. Тогда вы будете в курсе текущих новостей. Спасибо за внимание. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok